В Бостоне по делу о терактах на марафоне арестованы еще трое. Это студенты-однокурсники Джохара Царнаева, двое граждан Казахстана и один американец. Прокуратура США обвиняет их в том, что они препятствовали следствию. Диас, Кадырбаев и Азамат Тажаяков, увидев фотографию Джохара на всех федеральных каналах США, связались с ним и по его просьбе забрали из комнаты в общежитии компьютер, а также рюкзак, набитый ракетами для фейерверка. Все это казахские студенты упаковали в мусорный мешок и отвезли на свалку. ФБР уже нашло и лэптоп, и рюкзак. Третий верный друг Джохара, Робел Филиппес, обвиняется в том, что солгал, пытаясь запутать следствие. Препятствие расследованию в США серьезное преступление. Казахам грозит по пять лет тюрьмы, американцу восемь, и каждый должен будет выплатить штраф в 250 тысяч долларов. Новые подозреваемые по бостонскому делу – это лишь дополнительная сюжетная линия, которая, к сожалению, не дает ответа на главные вопросы следствия, как и почему убеждения братьев Царнаевых достигли такой крайней степени радикализма. Только ответ на этот вопрос поможет предотвратить повторение трагических инцидентов. На минувшей неделе Нью-Йорк получил напоминание о самом страшном эпизоде своей истории – масштабных терактах 11 сентября 2001 года. На всех телеканалах снова показали заученные всеми наизусть кадры самолетов, врезающихся в небоскребы и облако пыли, в которое превратились рухнувшие здания. На днях в Нижнем Манхэттене нашли печальный сувенир – фрагмент крыла и шасси одного из угнанных лайнеров. В том, что это не просто вещдок, признаются даже полицейские. Цитата недели от замначальника отдела судэкспертизы Нью-Йоркской полиции Уильяма Обри. «Это жутко и странно, что 11 лет спустя мы нашли обломок Боинга. И где? В мечети». Семьям погибших и тем, кто переживал эту трагедию здесь, в Нью-Йорке, немного нужно, чтобы ужасные картины того дня мгновенно возникли в памяти. Последствия той трагедии до сих пор сказываются и на жизни города, и на внешней политике Соединенных Штатов. Каждый шаг, каждое заявление по поводу терактов 11 сентября и их последствий вызывает ожесточенные споры, будь то экспозиция музея на месте трагедии или тюрьма на базе Гуантанамо. Тяжелейшую страницу американской истории перечитал Евгений Маслов. Нижний Манхэттен в Нью-Йорке власти, казалось, уже обследовали сантиметр за сантиметром. Но спустя почти 12 лет после атак на Всемирный торговый центр, судмедэксперты на этой неделе вновь искали улики, имеющие отношение к терактам 11 сентября. Обломок шасси одного из захваченных террористами Боингов был случайно обнаружен застрявшим между задними стенами двух старых зданий всего в нескольких кварталах от Граунд-Зиру. Это большая деталь, но каким-то образом после падения она застряла в очень узком и почти недоступном месте. Размеры фрагмента весьма внушительны, чтобы не обратить на него внимание. Длиной полтора метра и почти метр высотой. Деталь самолета обмотана веревкой. Как выяснилось сразу после терактов, ее все же обнаружили поисковики-спасатели, но вытянуть не смогли. Позже в целях безопасности с Граунд-Зиру на несколько дней эвакуировали поисковые группы. И о фрагменте самолета забыли. Эта история, конечно, немного пугает. Сколько лет деталь пролежала там? Они хоть что-то вообще там расчищали? Да, слышал про эту деталь самолета. Честно говоря, какая-то подозрительная история. Пикантность этой ситуации придавала и география находки. Дом номер 51 по улице Парк-Лейс пару лет назад уже был предметом повышенного внимания нью-йоркской общественности. Об этом совпадении в течение недели писала вся нью-йоркская пресса. Фрагмент шасси Боинга, врезавшегося в одну из башен Всемирного торгового центра, застрял за тем самым зданием на улице Парк-Плейс, на месте которого пытались возвести многоэтажный культурно-исламский центр. Проект, который вызвал столько споров. Обломок обнаружили геодезисты, когда обследовали здание на предмет перестройки. После того, как обломок самолета под вспышки фотокамер извлекли из расщелины, судмедэксперты и полиция приступили к анализу частиц почвы. Их буквально просеивали на предмет следов ДНК, жертв терактов. Но уже через сутки сообщили, что их в почве обнаружено не было. Но так или иначе, без ответов пока остался вопрос, как фрагмент шасси незамеченным пролежал столько лет. Самое логичное объяснение – то, что в отдалении 300 метров от Граунд-Зиру повторный досмотр вёлся уже не столь тщательно. О терактах 11 сентября на этой неделе напомнила и голодовка в военном лагере на Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. Голодовку поддержали 100 заключённых из 166. Они выступили против неопределённости сроков своего заключения и условий содержания. Правозащитники уверены, что число участников акции военные занижают. Они всё же люди. Их содержат там 12 лет без предъявления каких-либо обвинений вдали от их родины и семей. Они в отчаянии. Сами можете себе представить. Ситуацию в Гуантанамо был вынужден прокомментировать и президент США. Барак Обама в 2008 году обещал закрыть тюрьму на военной базе. Но в 2011-м там возобновились военные суды над подозреваемыми в терроризме. Администрация США, тем не менее, подтвердила своё намерение закрыть военную тюрьму, несмотря на сопротивление республиканского большинства в Конгрессе. Важно подчеркнуть, что сохранение лагеря на базе Гуантанамо не обязательно для обеспечения безопасности США. Это стоит Америке слишком дорого и не соответствует стандартам международного права. На этой же неделе 2 мая исполнилось ровно два года с момента ликвидации международного террориста номер один, главы Аль-Каиды Усама Белладена. Уничтожение идейного вдохновителя террористических атак 11 сентября для американцев стало переломным моментом. Они, пожалуй, впервые вздохнули с облегчением после десятилетия напряжённости и подсознательного страха, прошедшего с момента терактов в 2001 году. В этом контексте особо символичным выглядело водружение финального фрагмента шпиля на новой башне Всемирного торгового центра номер один, которое транслировали американские телеканалы. С установкой шпиля 104-этажный небоскрёб достиг заданной высоты 541 метр, в футах 1776, год принятия Американской декларации независимости. Новый небоскрёб «Кристалл» – самое высокое сооружение в западном полушарии. Теперь он стал символом возродившихся после терактов 11 сентября Нью-Йорка и Соединённых Штатов. Евгений Маслов, Анатолий Кошенко, Лев Трубкович. Специально для «Эхо недели» телекомпания «РТВАЙ». Нью-Йорк.